Здравствуйте! Вы на канале Айс Пик, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа, и с вами я ее ведущий Олег Павлюченко. В этом фильме мы рассмотрим тот самый античный город Челябинск. А то, что город античный, я думаю, всем хорошо доказал Илья Богданов в своем одноименном фильме. Илья реально показал, что Челябинск до потопа, разрушившего этот город и забросавшего его многометровым слоем глины и песка, имел схожие с Санкт-Петербургом планировки улиц, здания, мосты и храмы. Есть в Ютубе еще интересный фильм канала «История, здравый смысл и никакой магии» под названием «Египетская сила Челябинска». В этом фильме автор хорошо показывает остатки до потопной кладки стен в старых домах этого города. И эта кладка тем же самым античным каменным блоком. В 19 веке, концом которого датировано строительство вот этих самых челябинских старинных зданий, использовался только кирпич. А никаких данных об использовании в технологиях строительства на Урале в конце 19 века каменного блока в описаниях историков нет совсем. Использовались только декоративные каменные элементы в очень небольшом количестве. Но начнем разбираться. Кто и когда построил античный Челябинск? Кто его разрушил? И когда же случились два этих события? А также очень важный вопрос. Назывался ли этот античный город Челябинском? Какое же название он носил до катастрофы, разрушившие его? Рассмотрим официальную версию основания этого города, а также его название. Итак, из одних источников. Челяби – это тюркское название. Название урочища, в котором основан город. Челяби – это царевич или образованный человек. То есть урочище носило название титула какого-то образованного царевича. Еще источник. Название от башкирского «Силабе» – впадина или яма. Это говорит нам немецкий путешественник Иоганн Гмелин. Он посетил Челябинскую крепость в 1742 году. Также пишут, что с башкирского «Челябь» переводится как «язык». Ну, уже видите, не «Силабе», а «Челябь» с башкирского переводится как «язык», «ведро» или «бурак». И якобы действительно местность в районе города представляет собой ведрообразную котловину. В общем, существует с десяток версий названия города. И они в основном связаны с собственными именами. Вот имя тюркского героя Силямбея или другого героя Таймаса Шаймова, носящего титул «Челяби». Вывод один. Вроде бы недавно основанный город. И он не имеет точного исторического обоснования своего названия. Как, впрочем, и многие города мира, в том числе наша столица Москва. По-моему, лично в имени города кроется четкое тартарское слово или имя. Из официальной истории мы помним, что в Куликовской битве против богатыря Пересвета бился татарин Челубей. Переведем с татарского. Челубей – это, скорее всего, бьющий головой или бьющий по голове. То есть в имени города четко слышится слово «чело» – «голова». Как я уже неоднократно говорил, прежний русский язык содержал в себе и весь словарный состав нынешнего тюркского, с которым он был просто разделен на два различных языка. Об этом говорят и многие ученые-лингвисты. Тартары, как мы теперь знаем, это такие же русские люди, что и мы. И это все мы видим во многих исследованиях реальной истории. Даже на примере того самого Куликовского поля, где бились люди в одинаковых одеждах, с одинаковыми лицами против друг друга. А люди, имеющие, как сегодня говорят, татарскую внешность, бились и с той, и с другой стороны. Забегая вперед, скажу лишь одно. В Челябинском город стал после первого потопа, произошедшего по моей гипотезе на рубеже 17-18 веков. И этот потоп уничтожил ту самую античную цивилизацию. Античную, конечно же, в кавычках. А после этого потопа и до потопа середины 19 века существовала совсем другая цивилизация, которую я называю межпотопной. Так вот, в этот момент между двух потопов, Урал, часть Сибири и сам этот город входил в состав Московской Тартарии. Территория которой простиралась от Москвы на восток. Ей в каком-то виде подчинялась и Средняя Азия, и скорее всего Османская империя. Атаманский военный фортпост против Европы. А столица этой Московской Тартарии, как уже многие слышали, была в Тобольске. А вот территория западнее Москвы попадала то под европейское, то под тартарское влияние. В итоге, после катастрофы 40-х годов 19 века, в которой, видимо, окончательно и погибла Московская Тартария, город сохранил свое название Челябинск. И был как бы заново освоен. Ну и дозаселен. Уже выходцами с русской равнины. И эти русские люди были такими же этнически, как и остатки тартарского населения этого города. Видимо, современный состав населения Челябинска, это перемешанные друг с другом коренные и пришлые, но все они русские. И такая картина во всех городах, от Урала и дальше на восток. Но у меня давно закаралось подозрение, что до первого потопа, потопа 17-18 веков, город носил другое имя. А судя по фильму Ильи Богданова, в котором он показал реально величественный и большой античный город, и название этого города должно быть известным и величественным. Начнем искать следы в официальной истории города. В 1742 году Иоганн Гмелин описывает деревянную крепость на месте города Челябинск. В 1748 году якобы был заложен первый каменный храм. В период с 1743 по 81 годы город является центром Исетской провинции. Эта провинция, как и сам город, входит в состав Оренбургской губернии. Но это все Российская империя. Но статус города Челябинск якобы получил в 1781 году. Она пишет, что с 1743 года он уже был центром провинции. Не стыковка. Получается, что тогда же он не был городом, а крепость это чисто военное образование. Как же из этого военного образования проводилось гражданское управление хозяйственной жизнью субъекта империи? Знаем мы и то, что в 1775 году город был под Пугачевым. И он был взят войсками Российской империи. Под командованием француза И.А. Декалонга. Что это было за восстание реально, уже многие зрители знают. Из трудов огромного количества независимых исследователей. По-моему, реально это было вторжение Европы вместе с Российской империей, входящей на тот момент в ее состав, в Московскую Тартарию. А Челябинск был тартарским Сталинградом. Это была самая восточная точка, куда дошли российские войска, вторгаясь на восток, на территорию Московской Тартарии. По моей гипотезе, которую я высказал в фильмах из серии «История Великой Тартарии» под названием «Время Екатерины» и еще один фильм «Александр и Наполеон», скорее всего, европейские войска были выбиты с территории Московской Тартарии. Освобождена была в тот момент и Москва, которая не входила в состав Российской империи, вплоть до наполеоновских войн. Конечно же, Пугачев, скорее всего, был кем-то из императоров или высших чинов этой Московской Тартарии, и он был реально казнен. Но, скорее всего, после этого Московская Тартария не потеряла управление и дала реванш. Я думаю, что современная версия истории России это смесь двух параллельных историй Российской империи и Московской Тартарии, по крайней мере, в период 18-го, начале 19-го веков. Конечно, и история до первого потопа 17-го, 18-го веков это тоже смесь, но пока мы ее не касаемся. И этот факт хорошо показан. Недавно в сети появилось изображение Екатерины Второй, выставленное на продажу. На этой картинке изображена Екатерина Вторая. Из подписи видно, что она находится в Москве в траурном одеянии по императрице Елизавете Петровне. Екатерина тоже названа императрицей. Еще можно сказать, что эту картинку многие называют фотографией. Может быть, в этом и есть доля правды. Но сама эта картинка очень о многом говорит. Как я уже говорил, на ней Екатерина названа императрицей. И присутствует на траурных мероприятиях по другой императрице, Елизавете. А возраст ведь Екатерины на картинке преклонный. По официальным историческим данным мы знаем, что когда умерла императрица Елизавета Петровна, к слову, для понимания образа, любящая и живущая в основном в Москве, не жалующая Санкт-Петербург, Екатерина была молодой женой племянника Елизаветы Петра Третьего. И не была она никакой императрицей. Из картины вывод один. Екатерина и Елизавета были почти ровесницами. И обе были императрицами. Только двух разных империй. Екатерина, понятно, российской. А вот Елизавета, даже сложно сказать, какой империей она была императрицей. Но правило она в Москве. А может быть и в Тобольске. Скорее всего, Елизавета была просто императрицей Московской Тартарии. Также эта картина говорит о том, что связи между Россией и Тартарией были довольно тесными. Если вдруг Екатерина едет в Москву на похороны Елизаветы, скорее всего, они общались тесно и до этого. Мне кажется, что дипломатические, финансовые и все отношения, присущие и сейчас соседним государствам, были у московской Тартарии, России и Европы и тогда. Где-то они были хуже, где-то лучше. И все это подчеркивает реальный облик того межпотопного мира. И еще важное историческое свидетельство об Елизавете Петровне. Она любила исконно русскую одежду. Ту самую тартарскую. А тартарская одежда простых людей, войск, очень сильно отличается от европейской. И очень схожа с русской исконной одеждой. А вот Екатерина II об ее тысячи европейских туалетах знают все. В общем, из всего сказанного остается еще масса вопросов. Таких, как присоединение России уничтоженных территорий Московской Тартарии в средине 19 века, условия этого слияния, а самый главный вопрос правопреемственности. Но это уже задачи следующих исследований. Вернемся к Челябинску. Также о городе есть следующая информация. Рассвет его при Российской империи начался после строительства Самара-Златоузской железной дороги в самом конце 19 века. За быстрый рост, схожий с американскими городами того времени, Челябинск был назван Уральским Чикаго. Изучая эту тему, я натолкнулся на статью в интернете автора под названием «Вэл Нижняя Тире П». Статья называется «Город Тюмень. Пермь Великая и Великая Тюмень». На русской карте начала 18 века. Зачту отрывок из этой статьи. Тюмень обозначена на этой карте там, где и сегодня, юго-западнее Тобольска. А вот дальше идут загадки. Города Пермь Великая и Великая Тюмень на притоках Аби. И эти города намного юго-восточнее современной Тюмени. Той, которая на этой карте и обозначена. Вот, я думаю, мы с вами и нашли прежнее название Величественного Античного Города. И это название такое же величественное и достаточно известное. До первого потопа, потопа 17-18 века, я думаю, Челябинск назывался Великой Тюменью. Итак, статья в Life Journal пишет «Вэл-П». Я не знаю, как зовут этого автора, но он себя подписал так. Статья называется «Город Тюмень. Пермь Великая и Великая Тюмень» на русской карте начала 18 века. Вот эта карта начала 18 века. И посмотрим, какой вывод сделал автор. А теперь часть карты, ради которой я и затеял писать этот пост. На ней в левом верхнем углу, рядом с Тобольском, обозначен город Тюмень. Там, где он примерно сейчас и находится. А вот дальше идут загадки. Город Пермь Великая и город Великая Тюмень на притоках Аби. И таких карт, где они обозначены, очень много. Вот эта карта. Что мы на ней видим? Вот город Тобольск. Река Тобол обозначена. Река Иртыш обозначена. А вот Тюмень. Вот очень интересная область Пега Орда. Есть мнение, которое, кстати, озвучивал Носовский Фоменко, что город Пекин назван выходцами из этой Пегой Орды. То есть основали Пекин выходцы вот из этих вот мест, из Пегой Орды. Дальше у нас идет город Пермь Великая. Находится на каком-то из притоков Аби. Вот у нас город Сататин. Вот город Лепин. А вот город Великая Тюмень. То есть мы видим два названия Тюмени. Вот она и вот она. Вот эти две Тюмени нас и интересуют. Просто Тюмень и Великая Тюмень. Вот этот город. И по всей видимости, автор прав. Действительно, истоки и направления рек. И все это получается притоки речная система реки Аби, которая вот так вот здесь идет. Что это за города Лепин, Статин, Пашаратти, какое-то вообще индийское, санскритское название. Пермь Великая мы будем разбираться позже. Для нас интересно название Пега и Орда и нахождение двух Тюмений. Я думаю, что эта карта как раз таки межпотопного периода. Между потопами начала 18 века и потопом середины 19 века. И действительно, эта карта перерисовка, когда совмещалась история Российской империи и Московской Тартарии в этот межпотопный период. И как будто бы на ней нанесена ситуация Российской империи. Но реально здесь нанесена обстановка центральной части Московской Тартарии. Посмотрите, какие у нее были большие города. Великая Пермь, Великая Тюмень. Вот ее реальная столица Тобольск. Речная система на этой карте отображена реально практически такой же, какой она стала после вот этого Всемирного потопа. Первого потопа, случившегося по моей гипотезе на рубеже 17-18 веков. Значит, до середины 19 века, скорее всего, эти города были еще развитыми. Единственное, по моей версии, что все-таки те, кто перерисовывал эту карту, пытались ее сделать опять для учебников истории до потопного времени. То есть, она сделана в середине 18 века, как раз таки в момент работы первых фальсификаторов. Миллера Шлёцера и Байера, которые еще не затирали историю самой Великой Тартарии или этой мега-державы Руси-Яра, Асии. А просто обособляли европейскую историю под немцев. И вот они рисовали политическую ситуацию на этой карте, такой, какая она якобы была до первого потопа. Потому у нас Тюмень не называется Великой Тюменью. Хотя, может быть, по моей гипотезе, город Челябинск, который я отнес название уже при Московской Тартарии, то есть, я думаю, что название Челябинск Великая Тюмень получила после первого потопа, но этот вопрос, конечно же, спорный. Может быть, название Челябинск реально пришло только после катастрофы середины 19 века, а в межпотопный период город еще назывался Великой Тюменью. Но логика приводит к тому, что все-таки Челябинск это тартарское название, и Великую Тюмень в Челябинск могли переименовать еще при Московской Тартарии. Это сложная для понимания информация, но в этом надо разбираться. По крайней мере, мы точно знаем, что город назывался Челябинском в конце 19 века. Как он назывался в межпотопный период, пока непонятно. Но то, что этот город назывался Великой Тюменью до первого потопа, я сейчас вам покажу. Итак, теперь возьмем вот эту вот карту. Вот ее название. Я ее многократно рассматривал. Я не буду обращать внимание на ее датировку, но, по моему мнению, эта карта такая же подделка середины 18 века ситуации в Тартарии, то есть допотопной ситуации, ситуации до первого потопа. Но делалась она уже в западноевропейских центрах фальсификации. И здесь просто на этой карте все города латинизированы. Русские названия написаны по латыни. Что мы видим на этой карте? Ну, по ней я Байкал находил. Вот он, Катайское Лакус, Катайское озеро, которое потом стало больше. Ситуация в Забайкалье. Античная Забайкалья, Чиалис, Туфон. Вот Каспийское море имеет еще расположение с запада на восток. Потом она его поменяла. Куча рек, которые в него впадали. То есть, огромная речная система прежняя. А вот интересующий нас квадрат. Вот река Обь. И что мы на ней видим? Итак, что мы видим на этой карте? Вот город Ирий. Скорее всего, это современный Омск. Речная система очень сильно изменилась после вот этой вот сильнейшей катастрофы и прохода волн Северного Ледовитого океана по Евразии. Я это объясню позже. Ну, продолжаем искать. Опять мы видим Великую Тюмень. Вот она. И находится она на реке, являющейся рекой бассейна Аби. А вот у нас Великая Перль, тоже река, находящаяся на притоке. Опять же, реки бассейна Аби. А вот область Тюмень, которая идет у нас от Омска до Челябинска. А вот интересный город Пашаратти. Ну, по моей реконструкции, скорее всего, это город нынешний Екатеринбург. Вот у нас Перль Великая, вот Тюмень Великая. Но что мы видим дальше? Вот у нас еще одна Перль, которая находится там же, где она и сегодня. Вот у нас Казань, какой-то город Иарман. А Тюмень Камени, современная Тюмень. Ну, название сильно не изменилось. Просто Т перешло в К, если взять согласные начальные буквы. То есть, какой-то город Камени. Тобольска на карте нигде нет. Конечно, речная система очень сильно изменилась, как я уже говорил. Но будем искать дальше. Вот, кстати, какой-то интересный город Сибирь на Аби, в Лукоморье. Вот у нас грустина. Обращу лишь внимание на речную систему. Попробуем ее запомнить. По моей гипотезе, в этом районе, восточной Сибири, образовалась очень сильная вечная мерзлота. То есть, и по моей гипотезе, это замерзшая волна. Она примерно так пришла. Которую засыпала сверху грунтом, осколками от падающего небесного тела. И мы теперь и знаем, что под слоем почвы находится вечная мерзлота. Вот эта территория погибла вся. Плюс она была еще к тому же разрушена землетрясением. Как это происходило, я уже описывал в своем фильме страшная тайна вечной мерзлоты. Но вот эти вот районы не проморожены. То есть, сюда вечная мерзлота не попала. Она пошла дальше. Но эти места остались. И по моему мнению, река, вытекающая из Катайского моря, из Байкала, современная Ангара, впадала не в Енисей, а шла вот сюда вот, до города Камбалыка. Это современный Красноярск. Дальше она шла к городу Грустина, большому купеческому городу. И дальше она шла вот таким вот образом. Потому вот Великая Тюмень находилась на реке, которая являлась бассейном Аби. А дальше Обь шла и впадала в Северный Ледовитый океан, мимо вот больших городов. Сибирь, Коломии, Кафин. Реки в то время текли вообще совершенно по-другому. И реки Забайкалия фактически текут либо на юг, а не в современный Амур, либо на север. Это сейчас вот эта вот система речная Амура, она стала длиннее. Здесь Амур обозначен небольшим, а сейчас вот эта вся речная система соединилась. То есть, когда засыпало и заморозило всю эту территорию, вечную мерзлоту, реки искали себе пути уже по новому грунту. Как мы знаем, реки начинаются с истока, как правило, из родника. В него впадают подземные воды, притоки, ручьи, формируются русла реки. Вот после катастрофы русло рек на новой появившейся почве формировалось совершенно заново. Вот у нас, скорее всего, вот это вот бывший Енисей. Видите, он даже как-то соединяется с Обью. То есть, здесь система рек обозначена очень интересно. Вот это вот, скорее всего, водохранилище. Очень похоже на искусственную. Но посмотрите, насколько длинной была речная система Аби. Вот шла река, которая сегодня называется Селенга, Селена-Га, дорога к Луне. Вот область Ташкент, вот город Ташкент. Потом эта река продолжалась, шла до Камбалыка. Я уже это показывал, но покажу еще раз. Грустина, видимо, через два водохранилища. То есть, эта река была основной, видимо, водной артерией того времени, допотопного. И соединялась она практически со всеми реками. Но по этим речным системам ходили, конечно же, не парусные суда, как я уже неоднократно говорил в своих фильмах. А вот наша область Тюмень. Такая же, как область Ташкент, которая, видимо, здесь занималась. Здесь область Каракитай. Турш. Вот откуда пошли названия турки. Потом оно переместилось в Османскую империю на сегодняшнюю Турцию. Вот области Тангут. Цергут. Крорза какая-то. Вот она область Лукоморья. А вот наша область Тюмень. Между Челябинском и современным Омском. Итак, мы рассмотрим дальше. Для этого мы возьмем все самые известные карты Тартарии, которые недавно появились в сети. И по которым множество исследователей ведут свои исследования. Вот еще одна карта. На датировках и названиях этой карты я не останавливаюсь. Почему я уже говорил? Это все перерисовки средины 18 века по европезации Тартарии. У тех фальсификаторов была цель одна. Притащить европейскую историю, латинизированную, к этим местам. И что мы с вами видим на этой карте? Опять у нас Тюмень. И опять у нас Великая Тюмень. И опять эта Великая Тюмень стоит, как Челябинск, на притоке Аби. На реках бассейна Аби. И опять у нас город Камени. На месте современной Тюмени. А вот она опять Великая Пермь. Только Сибирь где-то уже здесь. Ну это бывает. Вот Байкал и опять та же речная система Аби. Проходит через Ташкент. По реке Селинга. Сейчас здесь все изменилось. Опять у нас античная Забайкалья. Река идет у нас до Камбалыка. До нынешнего Красноярска. Проходит Грустину. А вот у нас город Иером. Ну это тот же Иерей. Который мы отождествляем с Омском. На притоке Аби. Почему речная система изменилась, я уже вам говорил. Она формировалась практически по новой поверхности планеты. Которая возникла после заморозки всей территории. И засыпки сверху новым привнесенным грунтом. Следующая карта показывает примерно такую же обстановку. Опять карта Тартарии. Это похоже одна и та же карта, только в черно-белом виде. Опять у нас Тюмень. Опять Великая Тюмень. На ней мы долго останавливаться не будем. Это черно-белая версия предыдущей карты. Вот еще одна карта, на которой показано затопление северной территории Тартарии. Вот здесь был ее центр. Камбалык. Опять у нас речная система идет, как и на прежних картах. А вот у нас опять Великая Тюмень. На притоке Аби. Самое интересное, что на всех картах, отражающих ситуацию до первого потопа 17-18 веков, нет города Тобольска. Вот у нас опять Камень. Современная Тюмень. А Тобольска нет. Скорее всего, название и Тобольска, и Челябинска все-таки появилось в Московской Тартарии. Что представляла из себя Московская Тартария? Давайте попробуем посмотреть. Если Вечная Мерзлота у нас дошла примерно вот до Сюдова. Здесь она дальше пошла. Почему-то вот здесь вот угол прошел. Я эту карту покажу. Вот это вот все было уничтожено Вечной Мерзлотой. Землетрясениями тектонической активности от падения вот в этот вот район огромного осколка небесного тела. То есть все жители, которые успели, видимо, эвакуироваться, и все проживающие на месте западнее уничтоженной территории, примерно вот так вот шла граница, сформировали, скорее всего, государство где-то вот здесь вот в межпотопный период. И центр его, Московской Тартарии, как раз-таки приходился на вот эти вот территории. Часть Лукоморья еще оставалась, часть этой провинции Тюмень, но центр был где-то здесь. Появились новые города на месте прохода волны. Здесь территория была тоже, конечно, уничтожена. Отсюда по восточному склону Урала шла вода, цунами, которые слились в Каспийское море. Но, по крайней мере, здесь не было заморозки на 900 метров, как на этой территории. Погибли, видимо, даже подземные сооружения Тартарии или Русияра, или Асии. Здесь люди выжили, скорее всего, в подземных сооружениях, потому что технологический уровень прошлой цивилизации, как мы неоднократно говорили, был достаточно высоким. Потом вышли на поверхность и начали восстанавливать разбитые города. Сначала разбомбленные, а потом затопленные водой. Как проходила эта катастрофа, я неоднократно уже говорил в своих фильмах. Но есть у меня еще одна догадка, и сейчас я вам попытаюсь ее показать, что все-таки тот камень не Тюмень. Мы пока ищем, потому выводов окончательных делать нельзя. Но, предположим, вот Челябинск, вот Омск, вот у нас Омск здесь, вот Челябинск здесь, Великая Тюмень и Ирий. Где у нас находится Тюмень сейчас? Вот. Где находится Тобольск сейчас? Вот. Ну, попробуем. Скорее всего, по моей догадке, Тобольск переименовали во времена Московской Тартарии. А до этого, до первого потопа, он назывался просто Сибирь. Вот он город Сибирь. Значит, ищем Тюмень немного юго-западнее. Что мы здесь видим? Великую Пермь и Липин. Каким же городом действительно является Тюмень? Каменем, Липином или Великой Перми? Судя, конечно, по своим памятникам архитектуры, Тюмень древнейший город. В смысле, современная Тюмень. Но, область Тюмень у нас, вот она. И Великая Тюмень. Вот, соединяющие вот эти два города. Великую Тюмень и Омск. Речная система, как я говорил, уже сильно изменилась. Что это за камень? Он находится реально на реке Печоре. В бассейне реки Печора. Нас интересуют, для установки бывшего наименования Тюмени, нас интересуют вот эти вот фактически два города. Великая Пермь и Липин. Речные системы, на которых стоят эти города, надо, конечно, очень сильно смотреть и изучать. Но вот у нас интересный город еще Екатеринбург. Я думаю, что это Пашарти бывший. Вот он как раз Челябинск. Вот он Пашарти. Карты, как перерисовывались, я уже неоднократно говорил, наложить их друг на друга, конечно же, не получится. Здесь сбой масштаба, сбой расстояний. Но все-таки топонимы и гидронимы нанесены, видимо, такими же, какими они были до первого потопа. Только на латинский лад. Давайте приблизимся, посмотрим. Вот у нас местонахождение Пашарти и Перми, который тоже почему-то Пермь велик. А Великая Пермь вот. То есть вот какой-то переход. Вот современная Пермь. Вот Екатеринбург. Ну, в принципе, похоже. Теперь перейдем к Тюмени. Если мы думаем, что Тобольск у нас это бывший Сибирь, то однозначно Тюмень находится от него на юго-запад. Вот он Сибирь, Липин и Великая Пермь. Скорее, по моему мнению, конечно, это Липин. И в названии что-то похоже. А Великая Пермь находится где-то вот здесь вот. Северо-западнее от Тюмени. Но это пока догадки. Что у нас находилось дальше по карте? Какой-то большой город под названием Кофин. На слиянии каких-то рек. Кофин. Хм. Интересно получается. Вот у нас город Ханты-Мансийск. Вот слияние двух рек. Скорее всего, их речная система правильно показана. Здесь сливается Опь и Иртыш. Ханты-Мансийск сегодня находится у нас вот здесь вот. Вот он Ханты-Мансийск. То есть вот здесь вот. А вот Кофин. Большой город. Значит, место Кофина. Или здесь. Если карты повернуть, то он находится Кофин. Вот. Вот эта вот ситуация речная. То есть вот здесь вот где-то место нахождения Кофина. И дальше города. А вот здесь какой-то город Каламин. Но он где-то находится от Ханты-Мансийска напротив. На берегу находился. Вот его место, скорее всего. Давайте посмотрим карту ближе. Что мы здесь видим. Ну, здесь очень похоже. Либо вот эта воронка, либо что-то вот здесь. Это место вот этого города Калами. Река Опь здесь могла измениться. Действительно. На несколько притоков. Раньше, видимо, она впадала прямо. Сливалась прямо. А вот здесь вот сейчас появились какие-то нагромождения. То есть вот у нас Кофин. Либо Кофин действительно затоплен вот здесь вот. Либо вот это вот место Кофина. Большого города. Но это пока предположение. Мы видим одно, что Ханты-Мансийск находится вот на этом треугольнике. Слияние между двумя реками. Вот он, этот треугольник. То есть вот он, Ханты-Мансийск, находится сегодня. И вот города, которые близки к нему. Здесь мы пока просто рассуждаем. А вот мы и нашли город Камени. Вот если у нас это Кофин, который мы отождествили рядом с Ханты-Мансийском. А вот у нас Камени. Вот оно, каменное. Ну, тогда, в принципе, у нас действительно получается Ханты-Мансийск. Четко, фактически, на юг Тобольск. У нас Ханты-Мансийск. Вот он, Тобольск. У нас это получается Сибирь. Идем дальше. Вот у нас Тобольск. И современная Тюмень. Это Сибирь и Лепин. Четко на юго-запад. Вот у нас этот Лепин. И фактически, опять на юго-запад. Мы приходим в Челябинск. А вот у нас проход, правда, искаженный. По шарте, это Екатеринбург. Ну, по моему мнению, вот обстановка на карте какая-то такая. Вот город Сибирь, почему-то получивший название Тобольск. Предположим, что если у нас Лепин и Великая Пермь стоят рядом, давайте поищем. Да, река здесь идет прямо до впадения. Уходит как-то на север Тобол. Здесь он сливается. Вот слияние этих двух рек. Вот эта точка больших. Вот она у нас здесь. В районе Усть-Тагды. И идет на Тобольск. Здесь речная система изменилась, конечно, сильно. Река Тавда. Вот здесь написано Каменный Пояс. Латинскими буквами по-русски. Хос есть. Орбис терри. Кингулум. Монс. Хипор. Беструк. Ветерубис. Какая-то смесь латыни с русским языком. Ну, это работались фальсификаторы, всем понятно. Тобол. Опять у нас Тобол. Тюмень. Лепин. Слияние двух рек. Вот у нас пошла река. О, Великая Пермь. От Тобольска она находится выше, на притоке. Но, я думаю, вот она. Место этой Великой Перми. Ну, я думаю, всем, кто изучает карты, достаточно понятно, что случилось с Великой Перми. Круглое озеро. Как говорит Алексей Кунгуров. Область подсоса. От воздушного ядерного взрыва. Который во второй своей фазе всасывает часть грунта в область образовавшегося разрежения. Но по Тюмени надо делать, скорее всего, отдельное исследование. Вот по этим городам. Великая Пермь, Лепин, Сибирь. Это мы будем делать дальше. Пока я только предположил. Для нас сейчас важно было установить название города Челябинск. Бывшего. И я думаю, мы все-таки с вами его установили логично. Вот он, Великая Тюмень. Челябинск. Вот он, Ирий, Омск. И вот эта вот область между ними называется четко Тюмень. Вот она, Тюмень. Дальше на восток от Томска, от Ирия, мы видим город Грустина. Он у нас идет немного на северо-восток. Ну, это многие уже назвали Грустину Томском. Где-то этот город находится в районе Томска. А от Томска вот наш Красноярск. Идущий фактически четко на восток. Вот он, Красноярск. Это бывший Камбалык. Не Камбалу не надо путать, а Камбалык. А вот у нас карта вечной мерзлоты. Вот интересное место, где мерзлота не проникла. Хотя, если она распространялась концентрическими окружностями и пошла дальше, что-то ее здесь прервало. Почему-то здесь ничего не замерзло. Вот наша Грустина Томск. Вот Камбалык-Красноярск. Вот Томск. Нынешняя Тюмень и Челябинск. Вот у нас граница того города, который мы искали в районе Хантимансийска. Он как раз на границе вечной мерзлоты. И почему-то здесь мерзлота проникла углом в районе нынешней Перми и Екатеринбурга. Здесь затопив. Отсюда можно сделать четкий вывод, что Московская Тартария имела границы примерно по вечной мерзлоте. Потому что дальше жить было невозможно. То есть вот по Волге вот так вот шла граница Московской Тартарии. Скорее всего она захватывала и вот эти вот территории. Вот примерные границы Московской Тартарии. А вот здесь вот была ее столица Тобольск. Вот здесь на картине не указан. Вот здесь вот Московская Тартария в первый период своего существования, пока Екатерина II не начала захватывать черноземы, делала себе новую черноземную полосу. Я это показывал в своем фильме «Битвы за чернозем». Соответственно и вот здесь она их делала. Но это пока мое предположение. Я думаю в этом вопросе надо еще очень долго разбираться. Еще быстро покажу масштабы вечной мерзлоты, которые образовались практически на огромных территориях нынешней России. Вот посмотрите сами. Вот эта вот зона более 500 метров глубина промерзания. Вот здесь вот даже в центре она есть. Дальше у нас есть от 300 до 500 метров глубина промерзания. Ну и дальше глубины поменьше. По моей гипотезе это все замерзшая шедшая волна, которая шла фактически по безвоздушной поверхности нашей планеты и постепенно замерзала. А потом падавшая грязь, песок, пыль засыпала эту замерзшую волну. И все это есть современный грунт всей этой восточной части нашей страны. Такая же ситуация похожа и в Америке. Если продолжить окружность, там и в Америке будет такая же вечная мерзлота. И вот эту вот новую поверхность и засаживали лесами всю. И засаживали в межпотопный период, в самом его конце, 200 лет назад, в начале 19 века. А в средине 19 века произошла новая планетарная катастрофа, вызванная опять войной. Вкратце, вот эта карта показывает ситуацию до потопа, перерисовка, как я уже говорил. Итак, в первую катастрофу, в первую войну, все эти города были разбомблены. То есть была разбомблена и Великая Тюмень, но разбомблены не критично. Видимо, население везде в них пооставалось. И Кафин тот же, и Сибирь тот же, и многие города. Здесь, видимо, были нанесены удары. Но потом, через пару десятков лет, произошел глобальный катаклизм, который вызвал эту вечную мерзлоту. Вот эта вот территория, вот он Камбалык, вот он у нас Кафин, Ханты-Мансийск. Вот до сюда вот дошла эта вечная мерзлота. Вот эта территория была фактически уничтожена. После этой катастрофы 17-18 веков, произошедшей либо в первые годы 18 века реально, либо в последние годы 17 века, Московская Тартария, которую ее уже показывал, этот город называла Тобольском Сибирь, начала потихоньку восстанавливать оставшиеся города. Когда была Великая Пермь уничтожена, вот то, что я вам показывал, воронку, пока непонятно. По моему мнению, все-таки она восстанавливалась, и она была не до конца уничтожена. А вот в средине 19 века опять война и опять бомбардировки. Вот четкий город, погибший в тот момент времени, это Екатеринослав, нынешний Днепропетровск, от которого центра осталась одна воронка. Вот скорее всего, в средине 19 века была уничтожена вот эта Великая Пермь. Также удары пришлись, видимо, опять и по Великой Тюмени, Челябинску, и по всем фактически городам, которые здесь были. Кто выжил при этом? Ну, конечно же, всегда кто-то выживает, здесь люди выжили. Но они уже не могли сопротивляться, потому попали в зависимость от Российской империи, которая, может быть, и по-хорошему сюда пришла, и скорее всего по-хорошему в средине 19 века, и начала восстанавливать жизнь как могла. Послала сюда население, таких же русских с европейской части страны, которая, видимо, меньше всего пострадала. О роли Российской империи в этом конфликте и войне 19 века мы много уже рассказывали. Но примем то, что все-таки Московская Тартария попала по правоприемственность Российской империи. Сама Московская Тартария тоже пыталась заселять эти восточные территории, разбобленные они сюда шли, с такими же, кстати, фамилиями и именами, как и русские. Но при Российской империи это все усилилось. Сюда пошли люди с России. И тогда только Дальний Восток фактически был закреплен. Если бы Российская империя не закрепила эти территории, их бы закрепила, конечно же, Англия за собой. И теперь мы живем в стране России, которая содержит в своей истории и данные об истории Московской Тартарии, а дальше о всей Великой Тартарии, которая существовала до первого потопа 17-18 веков, а также истории России. То есть все сибирские города и уральские получили два раза ядерные удары. А то, что они были действительно ядерными, у меня лично сомнений нет. Может быть, у этого оружия был другой принцип действия, но воронки от воздушных взрывов остались. И спорить с этим, я думаю, смысла никакого нет. Я даже об этом ничего не буду говорить. Об этом все рассказал Алексей Кунгуров. И вот Российская империя уже осваивала эти территории и осваивала их достаточно успешно. И к концу 19 века была восстановлена, по моему мнению, это Транссибирская железная дорога и города, что нынешняя Тюмень, бывший Лепин, что Великая Тюмень, нынешний Челябинск, что Омск, Иркутск, который вот здесь вот образовался, видимо, заново. Здесь мы не видим никаких городов на месте Иркутска. Все эти города получили опять развитие. То есть моя гипотеза примерно вот такая. Но над ней надо еще много работать. Со мной будут многие спорить, но что с этим сделаешь? Пока эта работа только начинается. И анализ этих карт только начинает проводиться. Качество этих карт, конечно же, никакое. Перерисовывали их, как я уже говорил, в своих фильмах неоднократно монахи, не имеющие отношения к картографии, с каких-то реальных источников. Просто заменяя названия топонимов и гидронимов на латинские. И еще раз говорю, все это делалось в интересах вон той Европы мятежной, которая затеяла всю эту войну. Конечно же, не сама. Какие-то третьи силы в этом всем присутствовали. Об этом мятеже у меня есть хорошие фильмы и серии «История Великой Тартарии» и «Гибель Тартарии». Кто начал мятеж на Западе Евразии и Северной Африке? И к чему это все привело? А главное, я попытался реконструировать цели и задачи этих мятежников. А центр прошлого мира был вот здесь. От этой территории практически ничего не осталось. И все памятники и археологические находки находятся под слоем вечной мерзлоты. Той замерзшей волны, которая в себе содержит остатки биосферы, деревьев, разорванных мамонтов, накрытой сверху грунтом, привнесенным из дне. А на этом грунте сверху растут в основном деревья, которые садила вот эта вот московская тартария до катастрофы 19 века. Прямо перед самой этой катастрофой. А черноземы московская тартария восстанавливала сразу после первой катастрофы начала 18 века. Потом Европа отбила часть этих черноземов. Об этом я тоже уже говорил. Это очень большой материал. Его нужно, конечно же, воспринимать достаточно критично. Потому пишите свои замечания. Будем разбираться по каждому конкретному городу отдельно. Теперь немного о самой Тюмени. Что нам говорит официальная история? А история Тюмени гораздо значимее и древнее Челябинской. Об этом городе есть упоминание в 13 веке. А вот в 1406 году она упомянута в архангельском летописце. Устюжский летописный свод. Что же там пишется? Тое же зимы царь Женебек уби Тахтамыша в сибирской земли близ Тюмени. А сам сидя на Орде. Далее историческая наука пишет. Тюменский острог построили в 1586 году. Не стыковка. Ведь Тахтамыша убили близ Тюмени в 1406 году. И Тюмень уже упоминается как город. Но все же для нашей реконструкции важно, что упоминания о Тюмени гораздо раньше упоминаний о Челябинске. И проступают со времен до первопотопных. То есть с в кавычках тех самых античных. Еще свидетельство. Центр Тюменского ханства. Город Чингитура. Датируемый официальной исторической наукой с 13 по 16 века. Опять не стыковка. Мы с вами видим, что в 1406 году, то есть в начале 15 века, город уже назывался Тюменью, а не Чингитурой. Но пока мы это отставим. Далее в истории города нас интересует стык 17-18 веков. То есть моя датировка первого потопа. И мы находим свидетельство пожара 1695 года, уничтожившего весь город. Это явный отголосок той войны, которая по моей гипотезе предшествовала потопу. И в этой войне применялся такой вид вооружения, как серные шарики, сжигающие города. Они хорошо очень описаны исследователями в реконструкциях погибших в те же времена Содома и Гаморы, как падающая сера. К слову, такие же свидетельства есть и в правлении Ивана Грозного, где города Московии якобы сжигались опричниками в целях профилактики чумы вместе со всем населением. Но я думаю, реально эти просто города уничтожались тем же зажигательным вооружением. А саму историю Ивана Грозного в своем фильме «Гибель Тартарии. Часть первая» я приводил как период времени начала войны, а при Борисе Годунове случился потоп. Там, конечно, присутствует хронологический сдвиг на 100-110, а то и больше лет вперед. И у нас те времена правления Грозного, 1570-80, четко переезжают 80-90-е годы, но уже 17 века. И как мы видим в исторических свидетельствах Тюмени, пожар случился в 1695 году. А через пару десятилетий начался и сам потоп. Но, скорее всего, этот пожар уничтожил не современную Тюмень, а тот вот как раз старый античный Челябинск, вокруг которого огромное число круглых воронок. То есть город бомбили и он сгорел. А через пару десятилетий потоп, серия цунами, прошедшая с севера Евразии, просто закидала весь город многометровыми слоями песка и глины. Далее из официальной истории Тюмени видно, что в межпотопный период она была Тобольским наместничеством. Ну, здесь явный след прямого подчинения городу Тобольску, столице Московской Тартарии. А на картах того времени Тюмень и Челябинск уже были на нынешних местах. Пока, конечно, прежнее название Тюмени нам неизвестно, но мы будем думать дальше. Понятно одно, что в межпотопный период и Тюмень, и Челябинск Московской Тартарии восстанавливался. Поверх каменных блоков клали уже новый строительный материал, кирпич. Он, конечно, и до потопа применялся, до первого смысла, но не так активно. А вот после первого потопа им начали активно реставрировать разрушенные строения. И, видимо, как-то откапывать город. Хотя, забегу вперед, скажу, что города пришлось откапывать дважды. Причем, первый раз, скорее всего, их откопали после первого потопа. А вот после потопа средины 19 века просто постелили поверх мостовые. И теперь мы и видим следы второго потопа в виде этих самых засыпанных первых этажей по всему миру. А вот свидетельство первого потопа, это те самые римские раскопки. Тогда города были засыпаны намного толще. Потому что в первый потоп основой засыпавшего грунта был принесенный сорванный грунт с территории прохождения сериями цунами. А во второй потоп средины 19 века волн не было. И весь песок и глина были принесены сверху и прибиты дождями к поверхности земли. Но, видимо, во второй половине 19 века технический уровень был уже совсем не тот. Он был гораздо ниже, чем в межпотопный период, который все-таки смог расчистить города после первой катастрофы. Итак, что же мы видим относительно Тюмени в рассмотренной мною карте? Там, скорее всего, она называется названием Камень. Но вот из истории, из анализа рисуется название Чингитура. Хотя, может быть, конечно, и нет. Может быть, Чингитурой называлась ставка Чингисхана в Великой Тюмени в нынешнем Челябинске. Потому бывшее допотопное название Тюмени мы пока предполагать не будем. Возьмем его с той старой карты. Камень, Тюмень вроде бы созвучно. Мы видим лишь одно, что на карте российской Тюмень уже Тюмень. Хотя там есть и Великая Тюмень, и Пермь. А вот на карте европейской Тюмень названа Камнем. Пойдем дальше. Рост и развитие обоих городов, то есть современного Челябинской и современной Тюмени, начался в конце 19 века. Уже в составе Российской империи. И связан он был с технологическим подъемом конца 19-го, начала 20-го веков. И строительством через эти города Транссибирской магистрали. Конечно же, я предположил, что эту магистраль не строили, а восстанавливали. Моя гипотеза, в принципе, приведена в фильме «Сенсация. Тайна Байкала раскрыта». Там я достаточно убедительно расписал, что по срокам строительства железной дороги до Владивостока, фактически от Урала, она не лезет даже в современные сроки строительства такого огромного пути. В общем, мы уже поняли, что сейчас трудно сказать, как раньше до потопа первого смысла называлась современная Тюмень. Давайте посмотрим интересные отрывки из фильма под названием «Великая Тюмень». В 1741 году, проезжая через Тюмень, Миллер записал в своем дневнике. Все же название Тюмень неупотребительно у татар. Они называют город Чингитура. А когда спрашивают их о причине такого названия, они не знают, что сказать. Но опять же, это немец Миллер так написал. И не факт, что он не исказил эту информацию. Из числа известных науке документов, город впервые появляется на карте Каталонского атласа аж в 1375 году, как Чингии, центр Тюменского вилоеда. Использование формы вилоед натолкнуло ряд историков на мысль, что автор атласа черпал сведения из более ранних источников. Но увидев все это, я могу предположить лишь одно. Все сказано реально об истории бывшего Челябинска. Который во времена реально допотопного персонажа Чингисхана и носил имя Великой Тюмени. А также, как мы видим с иностранных рассмотренных нами карт, имя Тюмень носила и вся область. Фактически от Челябинска, бывшей Великой Тюмени, до города Ирий, нынешнего Омска. Хочу лишь сказать, что для понимания того допотопного образа нужно лишь понять, что Чингисхан это белый правитель Великой Тартарии. Или Русияра, или Асии, или просто Орды. А все эти монголо-татарские названия становятся ближе, когда осознаешь то, что прежний общий тартарский или просто русский язык содержали в себе весь современный тюркский. Как я уже говорил, их потом разделили на два разных языка, дополнив один европейскими словами, а другой арабскими. Причем, делавшие это, внимательно проследили, чтобы тюркский и русский язык не имел ничего общего между собой. Но, как теперь понятно, они это сделали не очень-то успешно. В общем, правители Тартарии и весь народ, живший в Сибири и на Урале, это современные мы. Они нарисованные нам исторической наукой, те, кого мы называем современными китайцами или вьетнамцами. Просто одетые в тартарские одежды. Все это у многих понявших такой исторический подлог сейчас вызывает просто смех. Я думаю, многим зрителям понятно, что же я до них хотел донести. Что же касается жителей Тюмени. Я нисколько не хотел забрать название и историю города, или унизить его значение. У нынешней Тюмени такое же великое прошлое, как и у Челябинска. О чем свидетельствуют ее памятники допотопной архитектуры. А как она называлась до потопа Чингитура или Камень, сейчас уже фактически не важно. Но все-таки собирать пазлы реальной исторической картины того времени, я думаю, необходимо для понимания просто своего будущего. И еще для полноты образа хочу дополнить картину техническим уровнем времени Чингисхана. При котором строились красивейшие, огромные, каменные, античные города. При котором использовалась та самая энергетика, о которой сейчас пишут многие исследователи реальной истории и науки. А кто знаком с работами Алексея Кунгурова, тот наверняка представляет истинный технический уровень прошлых цивилизаций. Рассмотренные Алексеем станки, изделия, говорят лишь об очень серьезной инженерно-технической базе того времени. И присутствия какого-то неизвестного вида энергии, который все-таки вращал эти станки. Ну вот еще один понравившийся мне отрезок из этого фильма. Автор правильно говорит о том, что историки 19-20 веков замылили историю этих мест. И нынешней Тюмени, и Челябинска. Как многие уже знают, в конце 19-го, в начале 20-го веков шла самая большая историческая фальсификация. Целью которой было сокрыть всю историю о существовании до первого потопа, до в принципе и до второго, глобальной державы. Ее расколе, войнах и катастрофах, отдележке мира в межпотопный период, между мятежным западом и остатками той самой глобальной державы. И все это делалось в угоду пришедшим к власти после второго потопа середины 19-го века новым европейским элитам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ